Всем привет! Вы на канале Industrial Tool. Начинаем собирать перфоратор Makita Sherp 5001. Как я его диагностировал, вы можете посмотреть в прошлом видео или по ссылке в описании. Приступим. Соберем сначала стволовую часть. Как вы помните, фторопластовые из прошлого видео фторопластовые я не менял, поэтому мы сейчас сразу здесь смажем и вставим в новый ствол наш баёк. Но, предварительно, конечно, всё смазав. Наверное, лучше подстилем. Салфеточку. Есть. Теперь берем вот эту часть. Сюда нам необходимо надеть резиночку. 10. Так же смазываем. Подождите, сейчас вот здесь промажу. Как видите, совпали отверстия. Сюда можно вставлять бочонки. Бочонки я тоже смажу. Чуть-чуть заходит. Продолжение следует. Продолжение следует... Теперь собираем вот эту часть. Кружину. Сюда одеваем подшипники вверх. вот этой стороной здесь он голый ну и предварительно его конечно промажем подшипник смазали и сначала вот сюда надеваем металлические шайбы потом второпластовая или не знаю какой-то полиуретана это колечко еще раз металлическое кольцо но я на самом деле бы чуть-чуть вот здесь промазал с обеих сторон и напрессовываем подшипник запрессовали до упора здесь появляется вот такое посадочное место под стопорное кольцо под вот это помните я в том ролике и мучился его снимал теперь я для этих целей приобрел от компании дело техники съемник пружинных колец правда присмотримся одна лапка длиннее другой придется источить но ребята это конечно не дело дело техники это не дело так делать буду на выставке на митексе подойду спрошу видите как замечательно и легко с этим съемником установить такое тугое колечко и все никаких напрягов вещь хоть и бракованная но работает в принципе вот эта часть готова можно отложить и приступить к сборке других частей соберем вот эту часть для этого нам понадобится кривошип с подшипником колечко которое сверху здесь лежит поршень шатун и резинки на поршень для начала смазываем надеваем резиночки забыл видео включите извиняюсь ну тут ничего сложного смазали резиночки прокладки надели ну и теперь нагреваем эту часть чемativ новоем подождук подождаем позже непровер vor дошла за Вставляем сюда вот эту часть смазанную. Теперь берем какую-нибудь тверточку. Совмещаем здесь. Попали. Теперь сюда вставляем стопорное кольцо. Здесь два больших. Далее это место можно смазать. Немножко. Собираем внутреннюю часть, то есть ударник, шестерню. Третье запчасти, пружина, крышка, стакан, кольцо. Для начала определяем туда вовнутрь шестерню. Предварительно, конечно, смазываю. Она провалилась и села на свое место. Видите, вращается. Теперь берем шайбочку. Шайба нужна для того, чтобы пружина в нее упиралась. Поэтому смажем ее. Надеваем на цилиндр сверху. Сюда. И так же можно чуть-чуть смазать на пружину. Вот с этих двух сторон, где она упирается. И внутрь. Провалилась пружина. Теперь вот эту часть внутри обязательно смазываем. Чтобы она скользила по цилиндру. И потом вот этот стакан тоже внутри смазываем. Чтобы он тоже по цилиндру скользил. А нет, извиняюсь. Прежде чем надевать стакан, мы забыли про ударник. Нужно, конечно же, внутрь отправить ударник. Смазываем резинкой вовнутрь. Можно протолкнуть отверточкой до упора. Ну и сюда стакан. Стакан, кстати, можно заранее собрать. Промазали. Теперь можно либо сюда это вставить и перевернуть. Вот так. И соединяем. Чтобы вот это отверстие совпало с этой прорезью. На всякий случай здесь смажу, чтобы лучше заходило. Сам подшипник. Вот и эту часть. Вставляем. Она дойдет у вас до этого места и нужно сильнее надавить. Даже, может быть, и ударить. Но не молотком, а киянкой. Все надели до упора. Вставили, чтобы видно было место под стопорное кольцо. Под это большое. Все стопорное встало на свое место. И устанавливаем вот этот сальник. Сальник вот здесь смазать надо. Как внутри, так и снаружи. И вставляем сюда. Все, он защелкнулся. Очень легко. Так как со смазочкой. Далее берем шестеренку. Малую. Шпонки. И какое-то одно из стопорных колец. Итак, сначала берем вот эти шпонки. Смазываем их. И устанавливаем на место. Одно. И второе. Смазываем это место. Подсадочное. Берем шестерню. И вот этой частью, которая выпирает, мы вниз. Шестеренку можно заранее промазать немножко. Она, конечно, и потом смажется, но лишним не будет. И устанавливаем на место. Раз. Есть. Далее берем вот эти шпонки. Смазываем. Квадратные. Одно. И второе. И устанавливаем вторую шестеренку. Здесь видно, как она стояла вот вверх. Смазываем. Тоже ее смазываем. Смазываем. Установили. И фиксируем стопорным кольцом. Все установили. Все работает. Далее собираем вот эту часть. Сейчас мы сюда сальник и подшипник. Сначала вставим подшипник. Также сейчас нагреем феном. И оно все легко вставится. Есть. И сразу же одеваем. Заранее смазываем. Сальник. Смазываем. Как сверху. Так и изнутри. Потому что везде будет происходить трение. Внутри будет происходить. Снаружи. Чтобы он сел нормально. Все. Сейчас прессом для ловкости его зафиксируем. Все. Сальник установили. Подшипник установили. Сюда внутрь. Берем две шайбы. И шестеренка. С игольчатым подшипником. Заранее здесь все смазываем. Так же можно сразу все накапнуть. Option на мского. Хорошо. А сейчас второй раз в основном отнимаем. И все будет lugares. Здравствуйте. Следующий сюжет. Где мои жизни не я möchte. Где спецификация. фиксируем стопорным кольцом есть вот сюда внутрь вставляется такое колечко смазочкой честно можем туда не будет теперь что ли чуть-чуть у так смазки промажем прокладку ставим на место и теперь и теперь вот сюда у нас вставляется он либо отсюда либо в крышку неважно пин вот этот теперь берем ротор и вниз нам нужно напрессовать подшипник для того чтобы запрессовать сюда подшипник в качестве проставки буду использовать у меня набор вот такой компании кельнер головочки различные и вот как раз есть тут на 10 длинная просто идеально подшипник запрессовали теперь нам нужно совместить вот эти вещи таким образом раз и сюда вставить ротор предварительно здесь смазав чтобы об сальник хотя мой сальник изнутри смазали но всякий случай и сразу шестереночку чтобы она на сухую здесь посадка должна быть такая что должно деться легко вручную нет пришлось воспользоваться чуть-чуть давнуть порезом все на деле теперь берем корпус электрики со статора вместе ну и совмещаем смотрим чтобы нам ничего не мешало все теперь можно надеть кстати помните она туго надевалась чуть-чуть смазки добавим совсем малость есть гаечку точнее шайбочку и гаечку и теперь нам нужен гайковерт аккуратненько сильно не надо так затянули все достаточно потому что здесь сильно не нужно да и головками не ударно теперь можно надеть крышку и на четыре самореза закрутить все эта часть у нас почти готова теперь можно вставлять щетки щетки мы возвращаем старые потому что они в хорошем состоянии одеваем крышечку это часть готова теперь осталось собрать нашу муфту и и я не могу собрать из-за того что у меня нет подшипника который вот здесь как раз должен стоять сейчас я за ним поеду далее собираем предохранительную муфту состоит она вот из этих запчастей два подшипника по краям три шайбы две одинаковые одна чуть больше две шпонки стопорное кольцо втулочка маленькая вот это и шестерня и сама большая шестерня я ее не разбирал потому как механизм уже заранее выставлен на тот момент при котором она должна срабатывать она принципе так и продаются но при этом она разбирается там внутри шарики лучше конечно это не трогать давайте собирать сначала на шестерню вот на эту надеваем подшипник японский подшипник компания мтн открытый вон сюда с небольшим натягом в принципе можно даже руками но руками не получается я прессом запрессую подшипник запрессовали сюда надевается шайба шайбу надо смазать теперь берем вот эту шестерню и вот в это место вставляем шпоночку эта шпоночка нужна для того чтобы гайка не раскручивалась как стопорный механизм служит промазываем и вставляем вовнутрь далее нам нужно вставить вот сюда вот эти две шпонки но при этом нам также нужно чтобы сверху была вот эта шайба сейчас все очень сложно нужно все во первых смазать чуть-чуть теперь берем так складываем сюда надеваем шайбу сюда надеваем стопорная а вот в эти места вот так надеваем вот это кольцо но пока его можно оставить и и пытаемся аккуратно вот так вставить на свои позиции вот так попали теперь большую шайбу надеваем вот вот эти пазы шпонок все вставили все это дело опускаем здесь повернули большую шестерню чтобы шпонки провалились в те места и все можно спокойно вот так за большую шайбу нажимать оп и оно все оделось и стопорное кольцо стало на свое место и теперь вот мы можем сейчас видите поднимается а если опустить повернуть не поднимается это вот так и работает так у нас вращается ствол когда внизу ствол не вращается ну и в конце вот сюда напрессовывается подшипничек поменьше готово теперь устанавливаем это все на место так не знаю куда лучше поставить давайте сюда и так стоит это все дело вот в этом месте здесь есть вот такая пластиковая штука она уже собрана ее тогда не разбирал вот в это место вставляется как раз вот эта большая шайба вот так и вот таким образом она примерно устанавливается поэтому сейчас я это все смазываю и ставлю на место вставляем все готово теперь сюда грамм 40-45 смазки я уже сюда как бы намазал немножко поэтому много смазки класть не нужно 40 грамм это примерно вот столько аккуратно распределяем аккуратно распределяем и 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 осталось из баночки. Вот так капну. Отлично. Вот эту пластиковую часть тоже можно чуть-чуть возюкнуть. Всё смазали и соединяем. Для этого просто так переворачиваем ровно и состыковываем. Может что-то не совпадать. Поэтому можно чуть-чуть прокрутить. Вот видите, прокрутили и всё сразу село на место. Теперь можно закручивать. Четыре длинных, два покороче. Идут вот сюда. По длиннее идут вот сюда. Всё отлично. Закрутили. Теперь добавляем смазки вот сюда. Сюда тоже граммов 45-50. Вот где-то вот столько. Вообще, если мы посмотрим ремкомплект для такого перфоратора, то там будет 3 тюбика по 30 грамм. То есть всего 90 грамм. Где-то примерно я столько сюда и добавил. Лишнее надо вытереть. И закручиваем пробку. Эта часть готова. Ставим вот таким образом и сюда одеваем кожух. Вставили кожух и можно установить вот этот. И закручиваем. Далее собираем патрон. Единственное, что чуть-чуть неправильно я сделал. Видите, вот там отверстие небольшое. Тогда нужно будет установить вот эту шпоночку. Вот так. И это делать сейчас будет неудобно из-за вот этого бортика. Так что лучше сначала вот эту часть собрать до установки кожуха. Но бывают моменты, когда и с кожухом нужно установить. Поэтому показываю, как это сделать сейчас. Для начала нам нужно установить вот эти вот штуки. В простонародье их называют яйца. Вообще это держатель инструмента или держатель оснастки. Нужны они для того, чтобы удерживать нашу пику. Вот в этом месте они устанавливаются и не дают пике выскользнуть из ствола. И вот с обеих сторон. Устанавливаем их на смазку. Чтобы они здесь держались и не выпадали. Ну и вообще они должны смазаны быть. Смазку можно использовать для смазки, ну для буров, для пик, которая продается для смазки ствола. Она сюда отлично подойдет. Теперь на дно можно было сразу это колечко поставить. Тоже желательно, чтобы тонким слоем все было смазано. Теперь ставим вот эту вот муфту. Тоже сюда добавлю внутрь смазки. Устанавливаем вот таким образом, чтобы вот это отверстие было внизу и располагалось как раз напротив вот этого вот маленького отверстия. Установили. И теперь вот самое сложное, это вот эту шпоночку. Тоже ее смазали. Самое сложное попасть и установить ее туда. Ну это можно сделать, например, пинцетом. Идут съемником. Так захватили. Плоской отверточкой. Раз. Попали. И теперь надеваем вот эту пружину. На пружине есть выемка. Она должна как раз совпасть. Здесь на этой муфте есть прорезь. Я так одеваю. Вообще там есть еще способ. Возможно он более простой. Все зафиксировали. Все у нас на месте. Далее. Ставим пружину. И сверху пружину вот это кольцо. Потом пружину вот так натягиваем. И видите, здесь есть посадочная. Вот вот эту стопорку. Эту стопорку нужно будет надеть. Тоже как бы непросто. Можно еще сразу до того, как мы пружину установим. Вот это предохранительное кольцо. Вот сюда надеть. Сейчас мы как раз, наверное, это и сделаем. С помощью нашего нового съемника. Для того, чтобы... Бывает, когда чуть-чуть подизношена эта часть. Пружина может тут из-за того, что она сильно... Сильно всю муфту может вырвать и она может улететь. Если слабые эти. Обычно это при разборке она спасает. При сборке, когда все новое, ничего не произойдет. Все. Теперь берем пружину, берем съемник. Вот таким образом. Стоим. Стоим. Продолжение следует... Чуть-чуть не хватает. Можно чем-нибудь надавить, типа плоской отвертки. Оп! Оп! Все! Стопорная встала на место. Отлично! Далее берем еще одну пружину. Кожух. И новый колпачок. Колпачок вот здесь внутри надо смазать. И проверяем. Все отлично работает. Далее собираем ручку. Пружинка встает в виде отверстия. Пинцетиком. Поставили ее туда. И все. И вот этой частью, где уимка, внутрь. А вот этой частью вниз. Все. Вставили. И вставляем вот этот пин. Его нужно придавить. И вот как я молоточком. Чуть-чуть тюкнули. Теперь вставляем вот эту часть. Вот так. И можно наклеить новую наклеечку. Далее. Как установить? Здесь внутри. Есть вот эта вот часть пластиковая. Обычно я вставляю в ствол пику или там оснастку. И подвигаю вот эту часть. Муфту большую. Пластиковую. Вот сюда. И чуть-чуть проворачиваю. Чтобы она вот так осталась. Появляется большое пространство. Вот здесь место, куда мы можем вставить вот эту как раз нашу часть. И теперь вставляем стрелочкой влево. Вот так. И нужно, чтобы вот эта штучка попала как раз вот в отверстие. Она, если посмотреть, она четко туда прям в нее попадает и встает. Все, нажимаем. Все защелкнулось. Ствол можно повернуть. Все. Сейчас у нас режим молотка. Ствол не крутится. Разворачиваем. В режим сверления. Ну, за ствол я за оснастку не проверну. Это нужно включать перфоратор. И режим смены оснастки нулевой. То есть сейчас ствол должен крутиться. Вот он крутится. Режим не смены оснастки, а режим выбора угла поворота оснастки. Берем нашу заднюю часть, ставим на место и проверяем. Ну, я думаю, тут клеммник ставим на место. Колодку клеммную. Надеваем заднюю крышечку. Все село. Закручиваем шесть болтов. И включаем на проверку. Закрутили и проверяем. Сначала на первой скорости потихонечку. Закручиваем шесть болтов. Работает моща. Спросите, я знаю, какой смазкой пользовался. Вот она, металл плак. Здесь как раз в этот перфоратор нужна смазка с консистенцией по NLGI 2.0. Здесь так указано. Смазка предназначена для подшипников качения, герметичных редукторов, ударных механизмов и других узлов различного бытового профессионального электроинструмента, строительного оборудования и садовой техники. В том случае, когда смазываемый узел герметичен и отсутствует возможность вытекания смазки во время работы или в нерабочее время требуется применение смазок класса NLGI 2.0, средняя между двумя нулями и трюмя нулями или три нуля. Необходимо учитывать рекомендации производителя техники оборудования. Ну вообще, это чуть-чуть жиже, чем два нуля, это посередине, это между двумя нулями и тремя нулями. Но она, как видите, не совсем такая жидкая, она густенькая, то есть смазочка сюда подходит отлично. Ну а на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!